Проститься с Сергеем Пускепалисовым вышли тысячи ярославцев. Колонна растянулась на несколько километров, а город стал в восьмибальной пробке. Он всех нас называл «Братское сердце», и я его называл «Братское сердце». Поэтому мы с ним уже долгие годы были вместе в силу того, что мы друзья, коллеги и единомышленники, и единоверники. Гражданская панихида состоялась в Волковском театре. На сцене два гроба. Сергей Пускепалис и его водителя, Александра Синицына. Они погибли в аварии на трассе М8 в Ростовском районе Ярославской области, когда ехали в сторону Москвы на бронированном форде-транзите. Первая реакция – это был вопрос, а что это было. Потому что хорошая дорога, все видно, хорошая машина, большая. Ну, будем надеяться, что ничто не повлияло, что это просто ошибка водителя, и все. А что, да-да, уже ничего не изменится. Все, два человека погибло. Ужасно, страшно. Это видео было записано утром, за несколько часов до аварии. Дорогие друзья, вот этот дюймит, который сейчас уходит в ЛОК. Мы тут находимся на форте-фейер. Завтра подлетаемся. Давай с ним его. Мы пляжем. Пускепалис и Синицын перегоняли машину, чтобы затем отправить ее на Донбасс. Он каждый день туда едет, он там жил. Форт не вошел в поворот, задев навстречки покасательный одну из фур. А дальше был удар лоб в лоб. По навигатору я увидел, что близко там большая пробка. Я сразу понял, что это наша авария. Выбежал, увидел автомобиль. Подбежал к Сергею. Сотрудники милиции говорят, вы знаете, кто там? Я говорю, конечно, знаю. То есть до этого никто не знал, кто там находится. В течение часа автомобиль бежал, номера были не Ярославские. Никто не знал. Вадим Кузовкин не может отойти от шока, ведь за рулем броневика в то утро мог быть и он. Но решили не рисковать, ведь управлять тяжелой машиной может далеко не каждый водитель. Я попробую на ней проехаться. Я сказал, что давай не поедем, потому что это совершенно другой автомобиль, которым надо управлять уметь. Сцена утонула в цветах и венках. Пускепалисы в Ярославле по праву считали своим. Для многих актер был не просто художественным руководителем местного театра, а другом и наставником. Сергей Виталов, дорогой мой, не верится, что так случилось. Я вам хочу пообещать, что те планы, которые вы задали, которые вы поставили, мы будем все их выполнять. Накануне своей гибели Сергей Пускепалис перечислил средства жителям Народной Республики, собранной вместе с волонтерами, а также планировал очередную поездку в ДНР. Я хочу сказать, что короткая жизнь, если все время стебал я его, говорил, ты ты пацан, мы 56-го года, я в январе, он попозже, конечно. Вот пацан. Ушел пацан с великой жизнью, великим гражданским, человеческим, актерским весом. И за эту очень большую жизнь, как может показаться кому-то, сделал невероятно много. Стать актером Сергей Пускепалис решился неожиданно. Мечтал-то он о карьере военного, но тяга к сцене, заложенной еще в школьном драм-кружке, постоянно давала о себе знать. Уже будучи выпускником Саратовского театрального училища, Пускепалис ушел служить на флот, не сомневаясь, что потом обязательно вернется на сцену. Он был настоящий, старшина первой статьи, секретчик на корабле. Вот. И еще у нас есть фотографии, которые сделаны в один тот же год, чуть ли не в один тот же месяц. И на этих фотографиях мы ужасно похожи. Ну, потому что, в общем, моряки все на черно-белых фотографиях довольно похожи. Еще учась в Саратове Сергей познакомился и влюбился в Эльвиру Данилину, которая училась двумя курсами младшей. О романе студентов мало кто знал, поэтому новость об их свадьбе шокировала однокурсников. Сам актер не любил ворошить прошлое, своей главной любовью в жизни всегда называл вторую жену, Елену, ведь семья стала для него настоящей опорой. Мы познакомились еще в конце 80-х годов с Сергеем, потом 90-е, суровые 90-е, когда было достаточно сложно. Вот о чем вы спрашиваете. У Сережи всегда был, всегда стол, всегда он примет, всегда, в любое время дня и ночи, в любое. Кино он начал сниматься в начале нулевых, и после первых же ролей вся страна начала привыкать к его непростой фамилии и таким понятным героям. Сергей Пуски Палис, безусловно, останется как ярчайшая звезда российского кинематографа, которая вспыхнула в годы полного безвремения и рыночного примитива. И вдруг появилось это лицо, исполненное глубины, мудрости, корневой основы, крепости духа. Что вам не нравится? Владимир Михайлович, у меня нет сил в ваших капризах разбираться. У меня своего! В общем так, ключи я завтра сдам, пусть психиатр зовут. А если будет плохо, то звоните 03. Больше всего на себя в жизни, я думаю, он похож в фильме Алексея Папогребского «Простые вещи». Потому что там все три свойства его присутствуют. И человеческая надежность, и плечо героя, которое всегда можно будет подставить. И легкое размышление, короткое, которое не мешает поступку последующему. Этой осенью Сергей Пускепалис начал сниматься в новом фильме о Великой Отечественной войне. Режиссер Игорь Угольников успел отснять первые эпизоды, и теперь для него наступило время тяжелых раздумий. Оказывается, бывают и незаменимые актеры. Я вам сейчас покажу этот кадр, первый кадр Сережи Пускепалиса в нашей картине. Я пока не знаю, что с этим делать. Ведь он только начал сниматься, а персонаж очень важный. И он ведет потом всю драматургию. Не знаю, честно. Не знаю. Я думаю, пройдет какое-то время, мы сейчас поснимаем другие эпизоды, и мы подумаем, как быть. Знаете, говорят, незаменимых людей нет. А вот он незаменимый. Сергею Пускепалису было 56. Его похоронили в Железноводске, рядом с могилами родителей. Так решили близкие актеры. Люди, за чьи жизни он всегда переживал больше, чем за свою. Ваша уникальная способность. Спокойствие. Чего боитесь больше всего? Смерти близких. Владимир Конкин до сих пор не может отойти от трагедии, которая случилась с его единственной дочкой. Два года актер ждал решение суда и теперь не может подобрать нужных слов. Я сказал все, что считал нужным. Я думаю, что этого достаточно. Но мне это кажется. Нечего сказать и о ней Андриановой, хозяйке фитнес-клуба, в бассейне которого утонула София Конкина. Могу ничего сказать. Вот если мой адвокат согласится вам что-то сказать, просто извините, я сейчас очень мне сложно давать комментарии. Андрианову признали виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Это не в речке где-нибудь там засосало, никто не знал. Это было в коммерческой организации, где должны быть доктора, где должен быть инструктор, где стоят камеры, которые смотрят и в тяжелую минуту могут помочь человеку. И вдруг оказалось, что ни камер нету, ни сотрудников медицинского персонала. Адвокаты Конкина выкатили иск на семизначную сумму, но суд уменьшил требуемую компенсацию почти в 10 раз. Владелица фитнес-клуба должна выплатить отцу Софии полтора миллиона рублей. Ред оценивался в 11 миллионов. Директор Владимира Конкина объясняет, актер с трудом переносит свалившиеся страдания и не сам назначал сумму компенсации. Сейчас в прессе были какие-то, что Владимир Алексеевич якобы какую-то сумму определил, компенсацию смерти своей собственной дочери. Ничего не придумывал и никому ничего не назначал. Это назначает суд. Помимо выплаты компенсации, суд приговорил Анну Адрианову к двум годам исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. По словам ее адвокатов, бизнесвумен находится в затяжном стрессе. Значит, она воспитывает детей одна, без родителя, другой помощи нет. Кроме того, у нее есть пожилая больная мать. На входе вот этого стресса, который повлек вот это происшествие, у нее обострились свои личные многочисленные заболевания. Нелегко пришлось и Владимиру Конкину. Я уже все сказал. Вот нашему настоящему поколению... Я все сказал. Что же я буду толдыхать от этого, моя дорогая? Вы же все видели, вы снимали. Актер сначала потерял дочь, а потом один из его двух сыновей, Ярослав Конкин, в телешоу заочно обвинил родного отца в скупердяйстве и черствости. Ну-ка, давай, сынок, скажи что-нибудь на отца. Там-то говорят, хорошо, а ты какую-нибудь грязь. Он не могу. А его жена говорит, да я скажу, сколько платье. Там сумму назвали. Да, папа мой в праздники, значит, только выдавал икру. У него в холодильнике было там загажнички. Непрозрачно намекнув на давний роман отца с Еленой Переслени, Ярослав также рассказал, как Владимир Конкин стрелял в него из пистолета, с пьяну перепутав с вором. Даже если сын затаил обиду на отца, это не объясняет, почему отец выстрелил девять раз в родного сына. Сначала Конкин сам вызвал милицию, отвезли на скорой, он принял горячее участие. Но то, что он был не трезв, подтвердили соседи. И то, что был запой, подтверждали многие. Соседи подтверждают, под горячую руку заслуженного артиста лучше не попадаться. Ирина Савина убеждена, ее давний друг и коллега на такое не способен. Свою жену Аллу он просто боготворил. Аллочка, она была такой свет, она была такая удивительная, нежная, трепетная, истинная любовь. Она светилась, она помогала, она была настоящим другом. С Аллой Владимир Конкин прожил почти 40 лет. Ее смерть от рака стала для него настоящим ударом. Уже тогда в жизни Конкина появилась Елена Переслени. Но женщина настаивает. Их всегда связывали и связывают исключительно деловые и дружеские отношения. Просто я смотрю, вот эти вот как раз пустобрехи, которые выходят сейчас анонимно в интернетах, начинают это перемалывать. Мне очень больно. Сам Конкин всячески избегает любых вопросов о личной жизни. Все сказано. И похоже, это табу не единственное. Комментировать отношения с сыном Ярославом он категорически отказывается. Оказывается, раз и навсегда, назвав его Иудой и человеком с больной психикой. Однофамильцем с больной психикой. Нормально? Уже после смерти Софии Конкиной выяснилось, что у дочери кинозвезды были долги и кредиты. Ей даже пришлось сдавать квартиру, которую актер купил для нее и внучки Алисы. Очень трудно говорить на эту тему, потому что пережить своего ребенка... Это надо собрать все свои селеночки, да скрести себя там до донышка. Я думаю, что Володя в этом смысле очень должен помочь храму, потому что он человек верующий, верующий честно, искренне. Владелица фитнес-клуба, в бассейне которого утонула София Конкина, ближайшие два года проведет в исправительном центре под Москвой. В Зеленограде сама Анна Андрианова свою вину не признает. Действия Анны Юрьевны не находятся в какой-либо следственной причинной связи с наступившими последствиями. Последствия трагические. Анна Юрьевна выражала неоднократно свое соболезнование отцу погибшей. Что касается неоднократных соболезнований, то тут адвокат и бизнесвумен, похоже, немного лукавят. Не было ни звонков, никаких обращений к Владимиру Алексеевичу. Было одно письмо, неизвестно кем написано. Мы тогда были на гастролях на Кипре. Он зачитал это. И как бы там странно, что вы поймите, у меня дети. При этом, что на самом деле случилось Софии Конкиной в бассейне, до сих пор официально не установлено. В заключении судмедэкспертов, которые зачитывали в суде, причиной смерти значится асфиксия из-за попадания воды в дыхательной пути. Развод или разводка? Я хочу уже слетить отношения. Неужели они готовы прохайповать собственное счастье? Азиза, все, удачи тебе, ты сумасшедшая. Об этом и не только. Смотрите далее. Азиза чуть не подсела на антидепрессанты, а ведь, кажется, еще совсем недавно певица светилась от счастья. Это были серьезные лекарства, это и сердечные, и всякие от стрессов, от нервов, от бессонниц и очень много всего разного. Неужели ее брак с итальянцем Александром Лорде интернет-скептики не зря называли пиаром? Я поняла, что через полгода я хочу уже слетить отношения. Ну, по методике мастера сборов, эта женщина, оказывается, сливает отношения с мужьями. В свое время Азиза пережила и не такое. Много лет ее имя напрямую связывали с гибелью Игоря Талькова. Была она в этом виновата? Нет. Я сейчас говорить не буду. Но я думаю, что на нее, конечно, навесили много тех смыслов негативных, которых она не имела. Ни как женщина, ни как певица. Певицу перестали показывать по телевизору и приглашать на концерты. Ее карьера оказалась на грани краха. Но сегодня Азиза снова нарасхват. Было сложно, было тяжело глядеть в боль, о которой ты не знала, да еще и забыла. А болей в людях очень много. Брак с итальянцем стал для нее не только первым официальным, но еще и вернул Азизу в шоу-бизнес. Азиза. Вот человек просто из кожи вон лезет, чтобы хоть как-то к себе привлечь внимание. В разные годы ей приписывали многочисленные романы. Будучи мусульманкой, еще в начале нулевых она приняла православие. Ей дали имя Анфиса. Певица даже стала крестной внука Игоря Талькова. Но и там все закончилось скандалом. Семья Тальковых рассердилась на Азизу после ее откровений в эфире очередного ток-шоу, где трагически погибшего певца обвинили чуть ли не в сутенерстве. Азиза, все, удачи тебе. Ты сумасшедшая, либо пропорлаченная. Это мое окончательное мнение. Я с тобой вообще ничего иметь больше не хочу. Мы раскрестим скоро святика. И, короче, все, ты, видимо, прямиком твоя дорога уже понятна куда. Дорога под Венецу Азизы вышла извинистой. Зато свадьба получилась очень громкой. Неужели все ради хайпа? Так получилось, что вот недавно была годовщина. И он, уехав в Италию, куда я его отправляла полгода назад, думая, что он, ну, желая, в общем-то, где-то посознательно, чтобы, наверное, пусть он не вернется, наверное, одно и хорошо. А точно уехал в Италию? Ведь, вглядевшись в лицо Александра Лорте, на выложенных в сеть фотографиях, жители Липецка вдруг узнали в мужа Азизы, своего земляка Сашу Соколова. Вдруг обознались. Певицу Азизу тоже обвиняют в том, что она вышла замуж и тоже за молодого красивого итальянца из пиар-соображения. Хотя итальянец оказался немножко нашим. Да и неважно, чьих кровей будет. Главное ведь, чтобы в сердце жила любовь. Азиза старше Александра на 16 лет. Но разница в возрасте их не смутила. Во многом ее этот момент со свадьбой с мужем, с детьми, он подвис. И подвис так надолго, что остается только играть в это теперь. Поэтому Азиза, она в это играет. Певица уже объявляла о расставании с мужем, потом объявляла о их воссоединении. Сегодня выясняется, что все ее претензии к Александру исключительно из области психологии. Азиза? Все запутались? Вообще, оказывается, если у женщины претензии к мужу, это оказывается претензии, которые она не могла выразить по отношению к своей маме в детские годы. От такого объяснения легче не стало. По факту, Азиза по-прежнему замужем, но живет со своим Александром врозь. Ранее 58-летняя певица рассказывала, что ее попытка стать матерью, подсадив эмбрион другой женщине, оказалась неудачной. Драма на драме. То она там, значит, сошлась, разошлась, то там еще дети, не дети, яйцеклеток у нее нет, а детей она хочет. Так как отличить развод от разводки? Как объяснили нам пиарщики, все очень просто. Чем чаще личные проблемы конкретной звездной пары всплывают в СМИ, тем выше вероятность того, что все это делается ради хайпа. Похоже, не зря семейное счастье называют тихим. Это точно не слухи. Поклонник Ивана Краско бьют тревогу. На старости лет их любимец может остаться у разбитого корыта. Щедрый актер любил раздавать всем своим бывшим женам и детям квартиры и дачи. А теперь сам не заходит в собственный дом без стука. Раньше строили доходные дома. И вот, по-моему, эта квартира была Лакейская. Да, не такое ощущение. В родном театре Краско на особых правах Иван Иванович может сниматься где угодно. Это его театр. Покидать сцену актер не спешит. В сентябре Краско исполнилось 92, и театр для него это прежде всего работа. Когда Ваня выходит, зал встает и аплодирует, и отпускает его. И я думаю, что это дает ему возможность получать удовольствие от жизни. Удовольствие от жизни могло бы быть и куда больше, если бы сыновья Ивана Ивановича нашли себе постоянную работу. Они работают такой курьерством. Знаете, что такое курьерство? Актер уже не раз признавался, что ему катастрофически не хватает пенсии. А третьей супруге Наталье Вяль у мужчины двое детей Иван и Федор. Краско считает, что должен их задержать, так как они еще не встали на ноги. Ну, Ваня, например, говорит, я говорю, что ты все в эти игрушки играешь? Ну, я-то ничего не понимаю, да еще и слепой. Поэтому, он говорит, а может быть, я, кстати, видимо, займусь, потому что он хорошо может командовать там. Сыновья Ивана Краско, Ваня и Федя сейчас живут вместе с отцом в этом доме на набережной Фонтанке. Их мать, художница по костюмам Наталья Вяль периодически их навещает, наводит порядок и готовит еду. Ванечка и Федечка, как их с любовью называет актер, любят, как следует, поспать. Посыл сын. Я тоже. Время давно перевалило за полдень, но младшему Ивану Краско некуда спешить. А папа не ругаешь, что вот, что не учишься, не работаешь? Временами. Когда как? Ясно. А кто обеспечивает семью-то? Да, в общем-то, хороший вопрос. И папа, и мама, и все. Ну, мы, типа, иногда работаем, так, подработка. Первый брак Ивана Краско с Екатериной Ивановой распался спустя четыре года после свадьбы, но у пары родилась дочь, Галина. Второй женой актера стала учительница Кира Петровна, с которой он прожил 40 счастливых лет и стал отцом двоих детей, Юлии и Андрея. Именно этот брак сам Краско называет своим единственным, полноценным, но и его он чуть не разрушил изменой. И родилась Марина, которая в Америке живет, даже работает. Кира Васильевна, конечно, когда узнала об этом, но и она меня спросила, почему я тогда не ушел. Внебрачная дочь Краско, Марина, уже много лет живет в Нью-Йорке. Помимо Марины, у актера еще пятеро детей. Самый известный из его сыновей Андрей. В свое время прошел путь от бригадира монтировщиков сцены до одного из самых востребованных артистов нулевых. Он даже бригадиром монтировщиков стал. И мнение об актерах высказывало очень интересное и точное. Тогда я понял путь ему артистом. Андрей Краско умел жить так, как призывал один из его героев. Любить, чтобы дух захватывало, а пить, чтобы лежа пошатывало. Потеря старшего сына стала для отца настоящей трагедией. Ну что он сгубил? Безволи. Это очень важно для человека. Станиславский говорил, что может быть среди качеств необходимых актеров может быть первое место занимает воля. Себя актер считает волевым человеком. С юных лет привык тянуть лямку. Разве что перед красивыми женщинами не может устоять. Это кадры с той самой скандальной свадьбы Краско. Тогда еще 84-летний народный артист женился в четвертый раз. Многие сочувствовали юной невесте, надевшей в ЗАГС белоснежное платье. Студентка Наташа была младше своего седого кавалера аж на 60 лет. А теперь выясняется, что это она убила в Иване Ивановиче всю мужскую страсть. Она во мне возродила мужика, но отказалась родить дочку. И тем самым тут же его не чужело во мне мужика. Кончился этот порыв весь. Порыв кончился, а жить-то где-то надо. Он прекрасно понимал, что это недолгий период. В его жизни это недолгий период. Но, видимо, очень хотелось насладиться этим счастьем, обладанием молодого тела, может быть, завистью со стороны коллег по цеху. Расставшись с молодой женой, Иван Иванович снова постучался к Наталье Вяль. Женщина вернула блудного отца сыновьям, а сама ушла жить на съемную квартиру, закрутив роман с ровесником. И вот эти материальные потери, то, что ничего не оказалось в финале жизни, может быть, они даже, это менее важно для него, что отсутствует вот этот контакт человеческий, родственный. И, наверное, я думаю, что это его печалит гораздо больше, чем отсутствие там новой рубашки или новых ботинок. У актера еще есть загородный дом, но, во-первых, он находится почти на границе с Финляндией, во-вторых, дому требуется ремонт, ну, а в-третьих, Краскод до сих пор не оформил на него документы. Еще не оформлен. Еще не оформлен. Но если власти займутся, да нет, мне тогда хватит на всех. По комнате Ванне, Феде, Наталье Николаевне, ради бога. Почему нет? Краско категорически не согласен с теми, кто пишет в сети о том, что постоянными разборками с бывшими женами актер превратил и свою, и их жизнь в настоящий водевиль. В конце концов, лучше в очередной раз жениться, чем обсуждать с ровесниками артрозы и артриты. И это точно не слухи. Продолжение следует...